имени. Амэн. Амэн. Я очень благословен тем, что у нас посредом вот такая добрая традиция. Мы постимся, мы молимся, мы упражняемся. Библия говорит, упражняйтесь в постах и молитвах. Если человек упражняется, он становится сильным. А сильный это кандидат на победу. Если человек слабый, это кандидат на поражение. Но если ты упражняешься, если твои мышцы сильные, духовные мышцы сильные, если у тебя дыхание сильное, если у тебя вера сильная, все, мы сможем исполнить Божье предназначение. Не пропускайте служения, не пропускайте молитвы. Дьявол слабых добивает. А сильный добивает дьявола. Мы рождены не для того, чтобы нас кто-то добивал. Мы рождены для того, чтобы мы наступали на всякую вражью силу. Амин. И никогда не забудьте, это классика жанра. Дух качать надо. Вот мы и приходим сюда, чтобы наш дух был сильный. Амин. Духом можем умерщвлять дела плотские. Духом Божьим, который соединяется с нашим духом, мы можем противостать духу страха, духу слабости, духу неверия. Вот эти все паники, истерики, которые вокруг нас. Когда ты соединен с духом Божьим, ты идешь по жизни с высоко поднятой головой. Ты на жизнь смотришь иначе. У тебя отношение другое. Ты смотришь на эти проблемы сверху вниз, а не снизу вверх. Амин. Мы сегодня собрали сюда не как жалкие просители, чтобы нам кто-то подачку дал. Мы законные сыновья и дочери Божьи. Мы наследники Царства Божьего. Мы те, которые связывают что-то и будет связано. Мы та церковь, которая что-то развяжет и будет развязана. Законодательная духовная власть принадлежит Церкви Божьей. Тема проповеди «Изменение колеблемого». «Изменение колеблемого». Прочитаем Евреям, 12 глава, 25 стих. Давайте чуть раньше. Мы должны смотреть на этот мир глазами Божьими. Мы должны мыслить его мыслями. Наше мировоззрение должно быть интегрировано с мировоззрением Отца Небесного. Мы должны мыслить так, как мыслят в Царстве Божьем. Если мы рождены для Царства Божьего, если мы родились от воды и духа, и родились на территории Царства Божьего, мы должны отказаться от всего, что присуще этой земли, есть мышление. Мышление плотские, вражда против Бога. Но есть мышление, помышление духовное. Помышление духовное приводит нас к жизни и к победе. Вы знаете, мы часто настолько позволяем вот этой информации земной формировать наше мировоззрение, наше ощущение, наше решение, что нас как будто выпистовывают эти информационные агентства. Нас как будто вот штампуют, нас программируют, нами манипулируют земные средства массовой информации. Поэтому надо приходить в церковь для того, чтобы средства массовой информации Царства Божьего могли формировать мышление Царства. Скажи, мышление Царства Божьего. Мышление Царства Божьего. Мое мышление должно быть мышлением Царства Божьего. Мой менталитет должен быть менталитетом Царства Божьего. Амин. Поэтому, когда иногда мы читаем Библию, практический совет, и то, что в Библии написано, превращается в некие сказки Пушкина, то есть вещи, которые абсолютно не соответствуют, абсолютно не клеются никак к современной реальности, мы стоим перед выбором, что такое реальность. То, что тебя сегодня окружает, а Царство Божье это иллюзии, или то, что тебя окружает, это иллюзии, а Царство Божье реальность, прими решение, что все, что мы видим, это временное. И это мимолетная иллюзия. Есть реальность в жизни, и этой реальностью является реальность Царства Божьего. Все, когда ты отождествлен с Царством Божьим, ты можешь в этом Царстве жить благословенным человеком. Но если ты не отождествлен с Царством Божьим, мы будем несчастными, изгоями, мы будем всегда жертвами обстоятельств, мы всегда будем какими-то просто людьми снизу. Поэтому, когда мы читаем Слово Божье, братья и сестры, пожалуйста, принимайте это как за абсолютную истину. Я понимаю, что у каждого из нас сейчас свои сражения, свои проблемы. И когда звучит высокие материи, о, это высокие материи. Если высокие материи не будут входить в твое сознание, ты никогда не будешь наверху. Если ты будешь питаться падалью, ты будешь падалью. Человек есть то, что он ест. Питайся высокими материями Слова Божьего, и ты станешь элитой общества. Потому что этим Словом Господь сотворил мир. Этим Словом Господь сотворил человека. Поэтому когда звучит Слово Божье, оно вдруг не пролазит, и оно вдруг не помещается. Не надо отмахиваться от этого, говорит Господь, раздвинь мое мышление. Пусть твое Слово поместится вот туда. Файлы мои распространяй, добавляй памяти, добавляй, пожалуйста, пространство. Потому что когда Слово Божье не помещается в человека, человек раздражается. Знаете, почему людей сегодня так много раздражительных? Потому что Слово Божье не помещается в их сердце. Поэтому мы должны не ругаться с Богом, Бог, что ты опять придумал? Господь, все, что ты придумал, пусть это будет. А мои мозги, мое сердце, мое понимание просто раздвигай, раздвигай. Я хочу понимать тебя. Я хочу идти дальше. То, что я понимал в 90-е, я хочу идти дальше. Я хочу видеть новые вершины Божьи. Пусть высокие материи Царства Божьего никогда не превратятся для меня в иллюзию или в сказки. Пусть высокие материи Царства Божьего станут моей реальностью и частью моего мировоззрения, частью моей жизненной философии. Изменение колеблемого. Братья и сестры, у Бога есть задача поменять переинсталлировать всю нашу внутреннюю систему нашей веры. Бог хочет изменить все, что колеблется. Колеблется. Оно не нужно. Бог это хочет изменить. Все, что колеблется, Бог хочет изменить на то, что колебаться не будет. Потому что тот человек, который колеблется, он заколебал всех. И там не так, и это не так. Я думаю так. Нет, я думаю так. Слушай, ты определись, пожалуйста, а? Не Богу свечка, не черту кочергой. Стань либо профессиональной кочергой и кочегарь кочегаркой, чтобы жарко было. Или, пожалуйста, стань светильником, а то полумирской, полухристианин, как классики говорят, полукупец, полуслепец, полуподлец, полуневежда, но есть надежда, что станет полным наконец. В конце концов, мы должны чем-то стать. Либо профессиональными грешниками, либо профессиональными праведниками. А так, одной ногой там, другой ногой здесь. Это никак не работает. Руки, руки. Якова, голос Исава или голос Исава, руки Якова, мутанты вокруг нас. Руки вроде бы принадлежат одному, а голос кому-то другому. Давайте и голос свой, и руки, и ноги, и сердце посвятим Господу. Пусть все, все, что у нас есть, и дух, и душа, и тело будет полностью посвящены нашему Господу. Давайте прочитаем. Это очень хороший концепт, и мне кажется, эта мысль, она сегодня пригодится. Пригодится многим. Не держись за то, что колеблется. Отпусти все, что колеблется. И вцепись в то, что никогда не будет колебаться. В этом мире есть только одно слово, непоколебимое. Непоколебимое основание это обетование Божье. Амин. Евреям, 12 глава, читаем с 22 стиха. Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму, к тимам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судье всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю нового завета Иисусу и крови крапления, говорящие лучше, нежели Павелева. Вы думаете, я все понимаю? Это высокие материи Царства Божьего. Но я благоговейно читаю и внутри говорю, Алексей, это все принадлежит тебе. ты часть этого наследия. Это не просто новое поколение Ирловас или Кингаракс или Гондурас. Церковь нового поколения это торжествующий собор и церковь первенцев. Скажи, я принадлежу церкви первенцев и торжествующему собору я принадлежу церкви, которую врата ада никогда не одолеют. Я принадлежу церкви, которая разрушит на этой земле все дела дьявола, исполнит великое поручение и утвердит царство Божье на этой земле. Амин! Амин! Мало ли, что глаза видят, мало ли, что уши слышат. Господь желает, чтобы мы отождествлялись с реальностью царства Божьего. Почему? Юродством проповеди мы должны спасать не только мир, себя. Потому что найдутся умные люди, которые с Богом не общались последних сто лет. Они бы говорят, вы бредите, возомнили из себя какой-то торжествующий собор, Исаакиевский, да, может быть. Вы знаете, когда кто-то смеется над высокими материями Царства Божьего, закрой уши и скажи, это к тебе не относится. Но я знаю, в кого я уверовал. Вы знаете, что такое откровение? Откровение это мысль, которая стучалась в твои мозги раз 50, а на 51 раз стала понятной и родной. Если ты ни разу не размышлял на эту тему, эта тема не станет откровением. Откровением становится та тема, над которой ты рассуждал, мыслил, спорил, задавал вопросы, бросал ее, снова поднимал. Непонятно, но волнует, когда ты как искатель истины эту мысль, эту тему рассматривал со всех сторон, когда Господь увидит, что ты действительно хочешь разобраться, Он придет и откроет тебе ее. Амин! Если люди ленивые интеллектуально, ленивые духовно, они даже не рассуждают, откуда вы взяли, что откровения будут принадлежать? Откровения это награда за твой пытливый ум, это награда за твой поиск, это награда за твои бессонные ночи, когда ты ворочался сбоку на бок и говорил, я ничего не понимаю, почему это так, а не вот так. Вы знаете, Бог любит отвечать на вопросы. Знаете, чем мудрый человек отличается от глупого? У глупого нет вопросов. Он все знает. Он как прыщ на носу и всегда впереди и самый умный. Обратись к нему, он все тебе расскажет, как семья должна строиться, каким президентом должен быть. Мудрый задает вопросы. Мудрые люди говорят, теперь я понимаю, что ничего не понимаю. Это не потому, что он дурак, а потому, что он мудрый. Потому, что чем ты взрослее становишься, вопросов становится больше. Я вспоминаю себя в 30 лет, мне казалось, что все понятно. сейчас 30 добавилось, я скажу, что вопросов добавилось. Может, на 50% больше. И эти вопросы появляются не для того, чтобы ты почувствовал себя каким-то глупым и каким-то, ну, просто недоразвитым человеком. Вопросы возникают только потому, что Бог открывает тебе новые горизонты, новые вершины, и Он хочет, чтобы ты взрослел и развивался. Аминь. Потому, что когда мы были детьми и учили золотые стишки, это одна тема. А когда каждый стишок вдруг потом превращается в мину замедленного действия, и вдруг взрывается, и ты начинаешь смотреть на жизнь другими глазами, ты говоришь, Господи, пожалуйста, объясни мне, что означает Дух Святой, что означает человеческая воля, что такое церковь, что такое вера, что такое пробуждение, что такое излияние Святого Духа. Нам вчера казалось, что от нас все зависит, от нас все зависит. Если утром не встанем, солнце не встанет. На твайке знаете, сколько таких верующих? Они каждое утро предваряют рассвет и повелевают солнцу вставать над злыми и добрыми, но мы взрослеем и начинаем понимать, есть вещи, которые в нашей жизни зависят от наших решений, от нашей веры. А сколько событий в нашей жизни происходило вообще без наших усилий? И вопрос, что такое вера? И вопрос, что такое жить верою? Что такое моя инициатива и его инициатива? Дары Святого Духа по нашей инициативе возникают или по инициативе того, кто на небе людям, которые проповедуешь. Им не нужна Евангелие, а человек, которому ты не проповедовал, он бежит за тобой. Ты попадаешь вот в этот цветной мир и ты начинаешь понимать, Боже, ты Бог мой, а я твой сын. Давай как-то сотрудничать. Я это говорю, к чему, знаете, к чему? Что зависимость от Бога, понимание Его прерогативы, понимание того, что последнее слово не за нами, а за Ним, вот это мудрость жизни и реальное смирение. Одно только, друзья, одно необходимо сегодня уловить вот эта самая авторитетная книга. И высокие материи Царства Божьего или реальность Царства Божьего для нас это главные ориентиры в жизни. Я есть не то, что я думаю, что я есть. Есть то, что Бог думает обо мне, что я есть. Это не просто, друзья, тавтология. Это истина. Я имею не то, что я думаю, что я имею, а я могу думать что угодно. Я имею то, что Бог думает, что я имею. И как освободиться от плена своих собственных парадигм и перешагнуть эту границу и сказать, Бог, я хочу на себя смотреть твоими глазами. Я хочу на церковь смотреть твоими глазами. И когда я что-то творю, я хочу освободиться от самолюбования или от какой-то глупой религиозной самостоятельности, я что-то должен сделать. Я знаю, что после того, когда я что-то сделаю, Бог обещал что-то потом делать, а когда я беру сто процентов и своих усилий за результат отвечаю, Бог говорит, ну молодец, двигайся, просто мне вот в этой игре нету ни одного паса. вообще даже я могу делать не то, что я думаю, что я могу делать. Я могу делать то, что Бог думает, что я могу делать. Вроде бы известные истины. Вроде бы все это мы уже по тысячу раз говорили. Вы знаете, жизнь так стремительно меняется, и вот в этих координатах современного мира те же самые обетования, те же самые истины приобретают совсем другие окраски, приобретают совсем другой цвет, другие градусы, приобретают совсем другие масштабы и формат. Поэтому так хочется не потеряться, так хочется не обмануться, так хочется, наша вера не превратилась в религию, чтобы соль не потеряла сил, чтобы у нас не остался просто внешний вид благочестия, а вот реальный авторитет и реальная сила куда-то бы исчезли. Чтобы не получилось, что для нас золото оказалось важнее, чем храм или жертвенник, освящающий золото. Чтобы благословения Божьи не оказались для нас важнее, чем сам Бог, дарующий нам благословение. Это же такие тонкие вещи. Я за Богом иду, потому что Он исцелил меня. Я иду за Богом, потому что Он освободил меня. Личная встреча. Это что-то другое. Это что-то другое. Это персонально. Ты можешь быть знаком с доктринами. Мы можем быть знакомы законами, но не знакомы с законодателем. А ведь именно встреча с законодателем, с хозяином дома, с нашим Господом Спасителем это основа. Основа всех основ. Ты можешь жить в доме, но не встретиться с хозяином дома. Может быть в церкви, но не встретиться с тем, кто является главой церкви, довольствоваться малым, довольствоваться благословением, довольствоваться тем, что здесь тепло, уютно, пища для размышления. Но есть что-то важное. Это когда Иисус обещал открываться каждому из нас. Помните, Павел пишет, что после воскресения Иисус явился пятистам братьев, Он явился Киеве, потом говорит, Он явился мне, некоему извергу. И именно вот эти персональные встречи освобождают нас от иллюзий и приносят реальность Царства Божьего. Поэтому актуальным на сегодняшний день, когда уже за нашими плечами такой опыт, такие навороты, уже такие наработки, Иисус, Твое личное общение, Твой голос, Твои объятия, твое дыхание, счастье, счастье, совокупление. Библия говорит, мужчины и женщины переживают максимум счастья при совокуплении. Это мгновение счастья, за которое люди могут жертвовать все, что хотят. И Павел, не стесняясь, проводит эти параллели и говорит, а совокупляющиеся с Господом есть одно с Ним. И ради этого, говорит, я отказался от всего, чтобы познать Его. Познание, совокупление, отождествление с Ним. Боже, помоги нам, помоги нам видеть Твою силу, видеть Твою славу. Бог дает себя в ощущениях. И Он дает нам не только пищу для интеллекта, но Он дает этот опыт совокупления, познания. Поэтому Павел говорит, ради этого познания. А познание или совокупление приносят наимаксимальнейшие мгновения счастья, удовлетворения. И удовлетворенный человек, он смотрит на жизнь другими глазами. На этот же мир человек неудовлетворенный, раздраженный, смотрит другими глазами и видит совсем другое. Сыт голодного не разумеет. Но когда счастливые в Боге, возлюбленные Богом, познавшие глубину Его любви, люди пойдут по этим улицам, эти улицы будут другими. Окружающие люди будут другими. Каждая веточка должна быть привита к лозе. Привита к лозе. И соки лозы становятся соками этой веточки. И когда лоза держит нас, и когда мы чувствуем соки этой лозы, когда мы чувствуем, что не мы держим лозу, а лоза держит нас, тогда на этой ветке могут появляться плоды, тогда на этой ветке могут появляться гроздья. Иисус сказал, «Я есть виноградная лоза, а вы ветви. Прибудьте в Слове Моем. Если вы будете пребывать в Слове Моем, в Слове Моем, вот в этой, вот эти высокие материи Царства Божьего, если вы будете пребывать, рассуждать, ценить этим, о чем бы ни попросили, о чем бы ни попросили, будет вам от Отца Моего Небесного и тем прославится Отец. Тем прославится Отец, что вы принесете много плода. У нас у каждого свое представление о плодах, у нас у каждого свое представление о молитве, об опыте духовном. Я убежден, я как человек могу озвучить только то, что здесь записано. Я знаю, что есть еще Дух Святой, которое вот это Слово, оно может раскрыть в полной мере и позволить этому Слову, как доброму семени, упасть на правильную почву и принести много плода. Откровение. Я верю, что Слово Божье. Эти высокие материи, о которых мы читали с вами, торжествующий собор, судья всех Богу, Духи праведников, достигших совершенства, ходатай Нового Завета Иисус, град Бога Живого, Небесный Иерусалим, торжествующий собор, Церковь Первенцев. Это зашифрованная информация, которую расшифровывает Дух Святой. При условии, если ты этого очень хочешь, я этого хочу. Давайте сейчас несколько минут просто помолимся, скажем, Драгоценный Дух Святой. Расшифруйте все вещи. Пусть Твое Слово проникает до разделения души и духа. Пусть Слово Твое судит помышление и намерение сердечное. Я хочу познать Твою славу, Твою силу. Я хочу познать, в чем состоит надежда этого славного призвания. Боже, я прошу Тебя сейчас об одном. Пусть серое, унылое, религиозное христианство выветривается из нашей жизни. Пусть наша вера становится системой глубоких, реальных, откровенных, взаимных отношений с Тобой. Я прошу Тебя, пусть разочарованных людей в этом зале становится меньше. И пусть радостных, счастливых, самодостаточных, возлюбленных, благословенных людей станет еще больше. Пусть наше служение не будет ни для кого каторгой. Пусть служение Тебе ни для кого не будет рабством. Пусть наше служение не будет кандалами и цепями. Я прошу Дух Святой. Пусть наше служение будет благодарностью, ответной благодарностью за все, что Ты совершил в нашей жизни. Измени, Господь, все колеблемое. Убери из нашей жизни все фальшивое. Убери все нечистое. Убери, Господь, все плотское. Убери, Господь, все, что мешает нам иметь общение с Тобою. Драгоценный Дух Святой расшифровывай истину Твою. Наставляй нас на всякую истину. Показывай нам будущее и прославь Иисуса Христа. Субтитры создавал Dух Святой. Субтитры создавал Dух Святой. Крести нас в реальность Царства Божьего. Мы от Вышних. Ты сказал, помышляйте о горнем, а не о земном. И мы просим, Господь, когда мы помышляем о горнем, открывай нам, Господь, истину Твою. Я прошу во имя Иисуса, Господь, пусть эти откровения Царства не оттолкнут ни одного из нас. Пусть каждый из нас будет жаждать, искать, переживать, наслаждаться. Молись на языках. Библия говорит, вкусите, как благ Господь. Господь, хора бен джамба, карма гамасамбе джембалори бендая, аллелуйя, сербалея, грамен джелем браман джелая, аллелуйя, халлелуйя. Дух Святой, соединяйся с нашим Духом. Пусть происходит этот информационный обмен. Аллелуйя. Гламер баджегра бадьи гроса беджелая. Аллелуйя. Самая опасная штука, это когда Слово Божье вдруг покажется нам угрожающим. Самое страшное, когда Божья истина вдруг приведет нас в ожесточение. Библия говорит, когда услышите Божий голос, Слово Божье, не ожесточите сердце. Ожесточается высохшее сердце, которое вот просто, оно скукожилось вот так вот. И оно не помещает Слово Божье, и оно раздражается. Раздражение – это реакция вот такого высохшего, такого зауженного сердца. Поэтому молитва логическая должна быть, забери, Господи, это каменное сердце, высохшееся, и дай нам сердце плотяное, которое способно, способно распространяться. Амин. Вы знаете, наслаждайтесь в Боге. Тот, кто не понимает, о чем речь идет, просто молитесь, скажите, Господь, пастор сегодня что-то говорил о каком-то совокуплении, о каких-то там опознаниях, о каком-то опыте, который нас делает счастливым. Господь, дай мне это. Поймите, если ты этого будешь желать, Бог даст это. Само собой, это не приход. Потому что это дорого стоит. Это многого стоит. Мы крещены Святым Духом Божьим. В нас живет такая личность, которая носилась над водой, которая носилась над всей планетой. Там такие ресурсы, Господи, и они часто могут быть просто тупо запечатаны. У тебя может быть самый дорогой компьютер, ты просто не активизировал и не включил эти программы. Ты можешь просто просто сидеть возле просто шедевра Божьего и ничего нет. Тайна, сокрытая от веков и родов. Христос в нас. Мы ищем развлечения, ищем, кто бы утешил, кто бы развлек нас. Боже, внутри Тебя все развлечения. Внутри Тебя весь космос, внутри Тебя Царство Божие, внутри Тебя все богатства Царства Божьего, если Христос в вас. А Христос – это воплощение всего Божия, пожалуйста, кроме какого-то проклятия родослона. Открой во мне себя. Покажи мне эту тайну, сокрытую от веков и родов. Христос в нас. Друзья, дьявол лжет. Дьявол лжет. Поэтому мы говорим, о, кто бы взошел на небо, чтобы Христа не свести. Или, о, кто бы там Христа воскресил из мертвых. Но что говорит Писание? Что говорит Писание? Писание близко к сердцу. И оно близко в устах твоих. Ибо если ты будешь верить, что Бог воскресил Иисуса из мертвого, ты будешь спасен. Друзья, источник победы вот здесь. Источник радости вот здесь. Источник твоего любого достижения вот здесь внутри. Реки, живой воды, а не где-то внутри. Источник самых блестящих проектов. Источник всяких блестящих идей. Вот здесь. Не абортируй это. Позволь вот тому, что Бог заложил в тебе родиться. Мы беременны с завтрашним пробуждением. мы беременны великими апостольскими реформаторскими откровениями. но сколько беременных прерывают ее тупо. И то, что должно было появиться на свет, к сожалению, клочьями, фрагментами, безобразной массой, оказывается, где-то да. Не дай Бог. Не позволь. Не позволь. Никакому дьяволу отправить тебя в абортальное отделение. Пусть дом Божий превратится нам для нас в родильное отделение. Мне бы так хотелось, чтобы в духе сегодня кто-то почувствовал, что все, что было однажды посеяно, оно уже пинается внутри. Чтобы Бог не шутил. Ну, что Мадабук говорил до конца года, это произойдет, а это не произойдет, перестань. Перестань. Лучше быть круглым дураком и верить абсолютно в то, что Он говорил, чем абортировать умно то, что сказано Богом. Я верю в каждое слово. Я верю в процветание. Я верю в христианское правительство. Я верю в праздники поклонения. Я верю в визабильное, сверхъестественное процветание, когда миллионы придут. Когда христианское правительство будет строить храм поклонения, это не будут кредиты каких-то частных лиц. Государство будет заинтересовано в этом, потому что они поймут, этот храм будет нашего безопасности и защиты. Это не вползает, это не помещается. А что там помещается, а Господи в нем ничего не будет помещаться, если мы не позволим Святому Духу вытащить нас с территории вот этого материального несчастного мира на территорию Царства Божьего. Боже мой, открой наши глаза духовные, открой наши глаза. Когда ты спать ложишься, молись и говори, Бог, вразумляй меня в сновидении. Я хочу видеть завтрашний день, я хочу видеть духовный мир. Если я вхож в мир физический, потому что меня родили, мои родители физически, Господь, ты мой реальный отец духовный, отец небесный, так помоги мне, рожденному от Духа, быть вхожим на территорию духовного мира. И так же, как я вижу физическими глазами море, леса, красоту неба, видеть вот эти горизонты материальные, Божьи. Открой мои духовные глаза, чтобы я видел горизонты духовные, чтобы я видел твоих ангелов, чтобы я видел красоту твою, чтобы я слышал музыку твою, чтобы я слышал голос твой. чтобы я видел завтрашний тень. Боже, пусть духовный мир станет для нас реальностью. Аминь. Давайте прочитаем дальше. Прочитаем дальше. 25-й. Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего, речь идет о человеке. в 25-м стихе в начале, а в конце он говорит, если отвратимся от глаголющего с небес. Если Бог что-то говорит на небе, глаголющий на небесах глаголит через каких-то людей, которые на земле. отвращаясь от Божьих помазанных служителей, мы можем отвращаться от Бога. И вы видите, он говорит, наказание какое-то там было. Не отвращайтесь. Это настолько капризно, это настолько глупо. От того, что мы отвращаемся, мы не выигрываем абсолютно ничего. И вопрос, а ради чего? этот спектакль. Не отвратитесь от говорящих. Я понимаю, что сколько раз мы стояли на этом перекрестке, когда мы были в одном измерении, и нам кто-то с горячими глазами, с каким-то восторженным лицом, кто-то нам что-то предлагал совсем другую реальность. И приходило ожесточение и отвращение. Подумайте только. Классика жанра. 12 соглядатов пришли. Пришли с обетованной земли, куда шли столько времени. эти двое говорят, Бог нас вел из Египта через пустыню. Господи! И вот сейчас мы у цели, мы должны туда войти. Я думаю, Бог говорил через уста этих парней. Тот, кто глаголил на небесах, его голос был слышен на земле. И весь народ отвратились. Сказали, нет. Это иллюзия, это утопия, это нереально. все погибли в пустыне. Господи, дай нам извлекать уроки отсюда. И смотрите, он говорит, смотрите, не отвратитесь вы от говорящего. Если те не послушавшие глаголов на земле не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголящего с небес, когда Слово Божье звучит, давайте с глубоким благоговением принимать то, что рождается от Бога. В одном из мест Ветхого Завета написано, а вот на кого я презрю, на благоговеющего и трепещущего перед Словом Моим. Хочешь, чтобы Бог уважал тебя, ценил тебя, уважай и цени Его Слово. По отношению к Слову будет определяться наше настоящее, наше будущее, потому что Бог не отделил от Своего Слова. Пренебрегаешь Словом, пренебрегаешь тем, кто это Слово изрек. Если ты ценишь и благоговеешь перед Словом, это значит, ты благоговеешь перед Автором этого Слова. Амин. Вера отслышания. Боже, помоги нам не ожесточиться и не отвергнуть то Слово, которое ты нам говоришь. Смотрите, не отвратитесь и вы от глаголющего, которого глаз тогда поколебал землю и который ныне дал такое обещание. Еще раз поколеблю не только землю, но и небо. Слова еще раз означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы пребыла непоколебимое. Слово еще раз. Братья и сестры, Бог наш есть Бог второго шанса. Он понимает, что мы плоть. Он понимает, что не с первого раза в обетованную землю даже вошли. Он понимает, что не с первого раза может быть мы покорим вон ту или другую вершину. И вот это спасительное еще раз. Просто запиши эту мысль, что великая милость Божья, человеколюбие Божье заключается в том, что Он дает нам второй шанс и эти слова еще раз, еще раз означают изменение колеблемого. Вот о чем я молюсь. Вот о чем моя мечта, вот о чем моя вера в Господь. Пусть произойдет в моей жизни изменение колеблемого. Все, что колеблется, Господь, поменяй на то, что будет непоколебимо. Я хочу, чтобы каждый из вас взял это в сердце, возненавидел все, что колеблется, возненавидел то, что с двоящимися мыслями. Да будут слова ваши, да, да, или нет, нет, а что сверх того, колеблется. Бог хочет изменить это. Еще раз это слово означает изменение колеблемого. Вдумайтесь, пожалуйста, в эти слова, потому что это воля Божья. Слова еще раз означает изменение колебливого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколеблем. Воля Божья, чтобы Дух Святой провел в нас такую ревизию, чтобы все, что колеблется, все, что непрочно, все, что сопливо, все, что религиозно, все, что двоедушно, все, что тебе просто, но слабо, где слабо, там всегда будет ломаться и рваться. Бог, пожалуйста, проверь все мои слабые стороны и преврати их в стороны сильные. Измени все колеблемое. Измени все колеблемое. Когда Господь это проверяет, знаете, ты обнаружишь слабые стороны в своей жизни только тогда, когда Господь поколебает почву под твоими ногами, когда ты попадешь в стресс, когда ты попадешь в отчаянные обстоятельства, вот тогда без макияжа и без ретуши ты поймешь, кто ты. В домашних условиях ты очень хорошего мнения о себе. Ты вообще, как сказать, Господь, если все отрекутся, но только не я, это на кухне можно говорить. Я знаю себя, я знаю себе цены, ты ничего не знаешь. Помести тебя сейчас в экстремальные обстоятельства, я не знаю, что там будет, а? Мы думаем, какие мы смелые, и в огонь, и в воду. Одна женщина придет, скажет, и ты был с ним? И Петр скажет, клянусь всеми богами. Там он божиться начал. Петр, ты что несешь, а? Да потому что мы еще не знаем, кто мы, попадая в обстоятельства. Да, может быть, там кто-то через трехметровый забор перепрыгивает, а Петр под забор полез. И смотрите, откуда вот эти отчаянные обстоятельства? И Господь еще раз обещал поколебать. То есть какие-то потрясения. Ты вот передохнул сегодня? Молодец. Но я не сгущаю краски. Я просто говорю, что после такого служения ты пройдешь легко, потому что Дух Святой сегодня с тобой соприкоснулся. там такая инъекция. Дух Святой с нашим Духом, Он дал нам силу. Амин! И когда будем проходить очередные отчаянные обстоятельства, запомните, для чего Бог эти ситуации создает? Чтобы изменить колеблемое и превратить вот это колеблющееся внепоколебимое. Помните, как этот Яков дрожал? Дрожал. Когда ему сказали, Исаф идет против тебя, и он хочет уничтожить, потому что ты обманул, ты забрал. косяков у всех хватает. Скелета в шкафу больше, чем одежды. И даже гардероб не прикрывает. И все, ну как, а если еще Исаф придет? Вообще хана! Поэтому, когда Господь пришел, он так вцепился в него, сказал, Господь, не отпущу тебя. Ангел так от него отбрыкнулся, что он, вот как на этом, я на кикбоксинге где был, там повреждали ноги. Скорее всего, ангел из той федерации был. Я не знаю, почему ангел ему ногу повредил. Наверное, вот так, держал его, не уходи, не уходи. Тот говорит, убери. Не знаю. Ну, короче, слушайте, слушайте, вот сегодня, вот сегодня, пусть это будет та встреча, после которой Бог поменяет колеблемое на непоколебимое. Помните, он говорит, не отпущу. И тот говорит, хорошо, тебя звали Яков, теперь тебя будут называть Израиль. Яков это то, что колебалось. Израиль это то, что будет непоколебимо. Вчера ты боялся Исава, боялся тех, третьих, пятых, десятых. Что-то произошло. Теперь ты будешь одолевать всех. Друзья, мне так бы хотелось, чтобы хотя бы у кого-то в этот вечер произошел этот качественный скачок от этого колеблемого, привычно колеблемого в непривычно непоколебимое состояние. Амин. Ты боялся проповеды, ты боялся молиться. Многие женщины никак замуж не будут, потому что какие-то комплексы неполноценности, я не такая, Может, парни, у которых тоже какие-то тараканы, эти колеблющиеся, это постоянно какая-то, какой-то, не знаю, как будто ты себя видишь постоянно каким-то уродом, Бог хочет исцелить нашу самооценку, чтобы мы увидели себя Божьими глазами, чтобы ты себя увидела принцессой, а чтобы ты увидел себя принцем. Потому что когда меняется самооценка, окружающий мир меняет отношение к себе. Если ты презираешь себя, не удивляйся, что мир будет тебя презирать. Но когда ты начнешь уважать себя, любить себя, ты будешь удивлен, как много окружающих людей начинают ценить, любить и уважать тебя. Бог хочет эту терапию провести внутри нас. Амин. Да, косяков хватает. Петр три раза отрекся. И потом на берегу Галилейского моря происходит вот это изменение колеблемого. но какая тонкая операция. Он просто задает вопрос Петр. Не будем о грустном. Главный вопрос. Любишь ли ты меня? Это только он может так сделать. Если бы это был я или это был бы ты, начали досье копать. Ну, чё? Я ж видал подлый трус. Ты чё там нёс на этом дворе? Ты чё божился, а? Вообще позор! А ещё говорил, что если все отрекутся, ой! Мы бы растоптали это колеблемое. мы бы всё припомнили, даже то, чего не было. Мы бы сказали, ты не три раза отрёкся. Где-то шесть с половиной раз. Но Иисус, как Он тонко работает с нами, а? Как Он тонко работает с нами? Он задаёт главный вопрос. Но что любовь есть совокупность всех совершенств. И ещё в любви, настоящей любви, нет страха и нет отречения. Амин. И Пётр, ты знаешь, Господь, я люблю тебя. Пётр, ой, Иисус подождал немножко, но что видел, что в это время Пётр смотрел через его плечо на остальных учеников, которые с завистью смотрели на то, что Учитель уединился с Ним, поэтому Он, это же мы люди, да, вот мы с Учителем, а вы там рыбу ешьте без нас. И скорее всего Иисус увидел, что что-то такое, знаешь, не стопроцентное внимание, а ну девяносто восьми процентное. И Он повторяет, Пётр, ты меня любишь больше, чем они. Как вы думаете, почему сказал больше, чем они? Потому что Пётр туда смотрел. И всё сказали, да. Отвечаю, не стал повторять клятвы за тобой в огонь и воду, уже было это. И третий раз Иисус спросил. И Он почти обиделся, говорит, Господь, ты что, не доверяешь? Нет, доверяю, я просто меняю колеблемое на непоколебимое. И дальше Он сказал, паси овец моих, паси агнцев моих, потому что я хочу видеть в лице служителей не то, что колеблется, а то, что непоколебимо. Амин. Друзья, пусть этот вечер, этот вечер будет ревизионный. Сказать, Бог, проведи вот ревизию. Всё, что слабо, всё, что колеблется, всё, что шатается, всё, что даёт трещину, Господь, убери это всё. И 28 стих. Итак, мы приемля царство непоколебимое, мы приемля царство непоколебимое. Подчеркните это слово. Мы приемля царство непоколебимое. Бог желает, чтобы в основании нашей веры было непоколебимое убеждение. Кто бы тебе что ни говорил, какие бы вызовы жизнь не бросала тебе в лицо, чтобы что, какие бы бури не поднимались, приемля царство непоколебимое, ты шёл уверенно к своей цели. Мы приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и со страхом. Приемля царство непоколебимое. На самом деле, откуда, друзья, вот это колеблемое? Помните, когда Гезий был на, и Елисей был на горе, их окружили серияне. Елисей был спокойный, как слон. Спокойно сидит, улыбается, смотрит на небо, пьёт кофе, а этот носится, паникует. Увы, государь, увы, государь, увы, государь. Знаете, тот, у кого внутри колеблемое, он заколебает любого. Увы, государь, увы, нас окружили, нам кирдык, нам всё, кончено всё, нас убьёт, нас убьёт, всё, что делает, тот заколебал. Вы таких людей встречали, паникёров, а? В них ещё не выстрелил, он уже упал и корчится от боли. Ага. Ты не успел вздохнуть, что-то сказать, ты чё, оскорбляешь меня? Молча идём, как в том анекдоте, чебурашка по голове, как вот думаешь про меня всякую тупость. у кого внутри вот эта неполноценность, ему кажется, что солнце против него, ёлки против него, палки против него, вся Латвия против него. Увы, государь, увы, государь. Слушай, эти нытики вот здесь, я хочу, чтобы количество нытиков в новом поколении в этот вечер сократилось хотя бы на 0,5%. Но Господь сделает несравненно больше. И откуда, вот когда меняется вот это вот, вот это колебли мое на непоколебимое, знаете когда? И просит Елисей, Господи, главный окулист, пожалуйста, поработай с глазами вот этого моего помощника, он заколебал меня уже, может там так много колеблемого, открой глаза и пусть он воспримет царство, вы знаете, реальность царства утверждает непоколебимое основание нашей веры. Он говорит, открой глаза, чтобы он хоть раз увидел то, что вижу я. И этот, увы, господин, увы, и потом, оба, он увидел ангелов, он увидел реальность царства Божьего. Он понял, что стоит за этой фразой тех, кого с нами больше, чем тех, кого с ними Он наливает, сел и сказал, все, и теперь я спокойный, все, мы великие, вот единство Духа в союзе мира, амин, приемля царства непоколебимы, это означает, Бог, открой нам очи, сердце, чтобы мы могли познать со всеми святыми, в чем состоит красота, глубина, богатство и величие славного наследия, дарованное нам во Христе Иисусе. Именно откровение, как реальность того царства, делает нас неуязвимыми, смелыми, твердыми и непоколебимыми. Почему написано? Делайте твердым ваше звание и избрание, ибо только так откроется вам свободный вход в вечное царство нашего Господа Иисуса Христа. И последнее место я зачитаю, и я думаю, все, уже и дальше будем делать вечерю и будем молиться. Смотрите, Евреям, 10 глава, 35 стих. Пожалуйста, можете уже вечерю выносить. Ну и все гуслистые, берите гусли. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно нам и вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведной верою жив будет, а если кто поколеблется, вы слышите, Богу не нравится колеблющиеся христиане. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Нам иногда кажется, ну это временная слабость, это временный момент. Вы знаете, вопрос не во временном явлении, а в системе. А кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. И подчеркните где-то там в дневнике личных переживаний. Богу не нравятся колеблющиеся дети. Богу нравятся люди твердых, глубоких убеждений. Амин. А кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Нам иногда кажется, что мое колебание, мое ворчание, мой ропот вызывают у Бога сожаление. И такое, ой я... Господь говорит, нет, мне не нравится это состояние. Мне нравится вера. Праведный верою жив будет. Праведность делает человека смелым. Праведник смел, как лев. Праведник убежден в Божьих истинах, в Божьей правде. А кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Сегодняшний вечер. И когда мы сейчас будем принимать вечерю, мы будем приобщаться к телу и крови Господа. И мы попросим, чтобы во время вечеря, во время вечеря, Бог произвел вот эту трансформацию в нашем сердце. Когда ты возьмешь хлеб и вино, ты скажи, Господь, изменение колеблемого. Произведи во мне изменение колеблемого. Поменяй все, что колеблется, на непоколебимые основания. Принимая вечерю, мы принимаем, мы принимаем непоколебимое царство. И последний стих, после чего мы будем молиться. Мы же не исколеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Давайте вместе скажем. Мы же не исколеблющихся на погибель, но твердо стоим ко спасению души. Давайте вместе скажем. Мы же не исколеблющихся на погибель, но твердо стоим ко спасению души. Амин. Давайте мы встанем и будем молиться. Амин. Амин. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо Тебе за каждое откровение, которое мы можем вкушать, Господь, истину Твою. И пусть истина Твоя, она проникает в наше естество, и все, что колеблется, пусть будет преображено, пусть придет непоколебимое Царство Божие. О, Бог, меняй нашу сущность, когда мы будем вкушать от тела Твоего. Спасибо Тебе, Господь! Спасибо Тебе за каждое откровение, за истину Твою! Истину Царства Бога, истину, которая непоколебима, она вечно, она стоит твердо. О, Дух Святой, помоги нам! Помоги нам! Отец, благодарим Тебя за Твою святую кровь, которая искуплена. Омой нас, Боже, дай нам войти в Новый Завет, в новое время с Тобою. Пусть вчерашнее время умолиться, но пусть придет новое время, когда мы будем непоколебимы достигать, Господь, Твоих откровений и воли Твоей. Боже, то, что вчера не работало, пусть сегодня работает при созидании Духа Святого. Мы молим Тебя на основании Твоей крови. Отец, пусть придет слава Твоя, и пусть каждый из нас будет верным. Аллилуйя! Благодарим Тебя, Господь, что через Твою искупительную жертву мы из разряда проигравших переходим в разряд победителей. Все, что рождается от Бога, оно не колеблется, оно прибивает твердым и непоколебимым во имя Иисуса Христа. Позволь нам достойно приобщиться к ломимому телу и Твоей драгоценной крови. Уважаемые друзья, Библия говорит, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господа. Рассуждайте. Рассуждайте. Пусть Твой Дух перед Богом, просто говорю, Бог через Твою жертву, пусть все колеблемое уйдет из моей жизни. И пусть пребудет непоколебимое. Если Твоя душа не благоволит к тому, кто колеблется, я не хочу быть таким. Рассуждайте об этом. Берите хлеб. Рассуждайте об этом. И Бог благословит и во время этой вечери какую-то глубокую работу Бог совершит в нашей жизни. Пожалуйста, можете брать хлеб и вина. Рассуждайте. 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 Проигравших Слабых Из разряда рабов Могу стать Свободным Искупленным Твердым И убежденным В Твоей победе С Сыном Твоим Я новое творение Во Христе Иисусе Древнее Колеблемое Все прошло И теперь все Непоколебимое И все новое Поклоняюсь Тебе Благодарю Тебя за это И приобщаясь К Твоему ломимому телу И к Твоей драгоценной крови Я в завете с Тобою Поклоняюсь Тебе Во имя Иисуса Аминь И сейчас можете принимать Благодарю Тебя Иисус 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 Благодарю Тебя и Иисус Благодарю Тебя и Иисус Благодарю Тебя и Иисус Богу за кровь, я тебя благодарю за воскресенье Твое, за победу Твою. И чем больше наша любовь к Нему, тем больше наша жертва к Нему. Потому что любовь доказуема, и главным доказательством любви являются жертвы. Бог так возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего Единородному, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если возрастает любовь, пусть возрастает и наша жертва. Возьми сейчас свою жертву. Пусть это будет эквивалент Твоей благодарности. Пусть это будет эквивалент взаимной любви. Подними эту жертву и скажи вместе со мной. Господь, благодарю Тебя за милость Твою, за любовь Твою, за искупление Твое. Пусть моя жизнь будет хвалой и славой для Тебя. Моя жертва, как доказательство любви, пусть в этот вечер будет приятно для Тебя. Поклоняюсь Тебе. Прими эту жертву, как часть моей хвалы и поклонения, как доказательство моей любви. И пусть это будет, как вечерний фимиам, перед престолом Твоим во имя Иисуса Христа. Амин. Пожалуйста, пустите ведра по залу. И мы продолжаем. Благодарю Тебя, Иисус. 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 Я Тебя благодарю. Я Тебя благодарю. За Голгофу сокровь Я тебя благодарю За воскресенье Твоё За победу Твою За Голгофу сокровь Я тебя благодарю За воскресенье Твоё За победу Твою Благодарю Тебя, Иисус Благодарю Тебя, Иисус Благодарю Тебя, Иисус Я тебя благодарю Я тебя благодарю 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 Тебя, Господь За это потрясающее служение Благодарю Тебя За Твоё посещение Благодарю Тебя, что Ты Изменяешь колеблемое И меняешь на непоколебимое Я благодарю Тебя за этот Жертвенник И прошу Тебя, все эти нужды Да будут удовлетворены Сделай Не сравненно больше О чём мы просим И о чём мы помышляем Пусть Твоё имя Возвеличится Пусть Твоё имя Прославится Мы любим Тебя Мы поклоняемся Тебе И просим Тебя Пусть все больные Будут здоровыми Пусть безработные Найдут работу И, Господь, у кого Проблема с жильём Пусть эта проблема Будет разрешена Господь, во время Отчаянное Ты не дашь отчаиваться И Ты не оставишь нас Мы всё можем В укрепляющем нас Иисусе Христе Благодарю Тебя За ответы Благодарю Тебя Что Ты наш Бог Бог Эль Шадай Имя Твоё Да будет возвеличено И прославлено В наших судьбах Амин Аллилуйя Субтитры сделал DimaTorzok